Новая Одесса 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 Контрбанкет, который удерживает склон, где-то на метров 10 мы отвели воду от склона. Ситуация, конечно, изменилась, люди расслабились, стало спокойнее жить. Спокойнее стало преимущественно на словах. Чтобы не дать Одессе уйти в море, кроме желания, нужны еще и деньги. Незаконченное берегогрепительное сооружение само провоцирует оползни. Его надо было закончить. В незаконченном виде сооружение, которое есть, оно не только не работает полноценно, оно еще и разрушается. Дело в том, что с каждым штормом надежность такого сооружения уменьшается. И недостаток финансирования не дает возможности закончить эту работу. Каждый шторм заставляет все начинать сначала. Кроме того, сельсовет обвиняет в хищении денег. И пока тянутся разбирательства, склоны уходят под воду. Возбуждают уголовное дело, расследуют его полгода. Вроде бы как не находят никаких оснований, но все равно. Потом изымают все оригиналы документов, договоров и так далее. То есть сегодня просто помимо того, что есть много бюрократических сложностей, финансовых, экономических, сегодня еще просто у нас правоохранительный беспредел. На окончание берега укрепительных работ необходимо еще 9 миллионов гривен. Но пока госказначейство заморозило все счета и не позволяет воспользоваться средствами. В любом случае, сколько бы времени не понадобилось для разбирательств, все это время канализационные стоки Крыжановки до и самопобережья будут неумолимо уходить в море. Дарья Сидоровская, Александр Шулятиков, Новая Одесса. Капитальный ремонт улицы Косвиной обойдется городскому бюджету почти в 9 миллионов гривен. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на вестник государственных закупок. Согласно результатам тендера, работы будут проводить компания «Ремерцентр», дочерняя фирма УАО «Инкоргрупп», принадлежащего одесскому бизнесмену Руслану Тарпану. Планируется заменить коммуникации и асфальт, а также обновить разметку и дорожные знаки. Напомним, зимой 2012 года компанию «Инкоргрупп» обвинили в растрате государственных средств в размере 45 миллионов гривен в ходе строительства станции «Северная». Однако в мае нынешнего года уголовное дело по этому факту закрыли. Домокловщит или езда с препятствиями. Оказывается, щитовая реклама может нанести вред вашему здоровью. Например, когда билборд раскачивается прямо над головой. Похоже, о технике безопасности расположения рекламы на поселке Котовского никогда не слышали. Подгоняемый ветром билборд рассекал воздух прямо над головами автомобилистов. Кстати, стандартный рекламный щит весит более 200 килограмм. Незаконное строительство или воля божья. В парке Горького установили крест в память погибших во время оккупации в Одессе. Казалось бы, благое дело, но сами одесситы подобному не рады. Опасаются, что в скором времени там появится храм. Наш корреспондент Максим Шпат разбирался в происходящем. Утром, прогуливаясь по парку Горького, Игорь Шкляренко увидел, что неизвестные люди в присутствии администрации парка и милиции устанавливают крест поклона. Как выяснилось позже, разрешительных документов у богослужителей не оказалось. Примерно в 8 часов утра, вот через забор, начинают перекидываться лопаты, начинают перекидываться мешки с цементом. Администрация, подходя сюда, не запрещает устанавливать крест. Это все игнорируется. Представители общины храма Иоанна Предтечи еще летом подавали документы с просьбой установить там крест. Но ни одно госучреждение не одобрило задуманное, ссылаясь на нецелесообразность и на то, что возле парка уже есть мемориал, посвященный жертвам фашизма. Разрешение как такового выдано не было. Ни от городских властей, то есть ни от мэра, ни от его заместителей, ни от кого. Представитель той самой общины заявил, что разрешительные документы Богу не нужны. Тем более, что чиновники устанавливать памятный крест не запретили, а все, что не запрещено, разрешено. Также община будет делать все возможное, чтобы в скором времени на месте креста появилась церковь. Не знаю, будет ли здесь храм. Мы будем выступать инициаторами, чтобы здесь построить храм. Многие одесситы считают, что парк создан для отдыха, а церквей в Одессе и так достаточно. Но есть и те, кто утверждает обратное. Пусть будет церковь, а если здесь храм будет, так слава Богу. Весной этого года подобная ситуация сложилась по улице Марсельской. Представители Господа установили крест и в течение дня огородили территорию металлическим забором. И это, несмотря на то, что земля находится в аренде. Тогда также никаких разрешительных документов, кроме воли Божьей, не было. Максим Шпат, Алексей Кулигин. Новая Одесса. Настоящие одесситы идут в обход. Очередное изменение маршрутов коснется автобуса номер 203. Из-за работ по обрезке деревьев на Троицкой улице автобус сделает небольшой крюк. Движение в направлении парка Шевченко будет организовано от Преображенской на Успенскую и далее по маршруту. А вот пятый троллейбус временно вообще не будет выходить на маршрут. Работы начнутся завтра и продлятся до 15 ноября. Вы смотрели новости на Новой Одессе. Если у вас есть проблема, в решении которой может помочь внимание общественности, звоните нам. Телефон горячей линии 709-1010. Наш выпуск завершат проект международных новостей 100 секунд и прогноз погоды. Увидимся с вами в 7 часов вечера. В студии был Антон Равицкий. Хороших вам новостей и до встречи. В связи с беспорядками перед посольством Российской Федерации в Варшаве российский МИД заявил решительный протест послу Польши в Москве Войцуху Заянчковскому. 12 ноября он был вызван для разъяснений. Москва потребовала принесения официальных извинений, обеспечения безопасности российских деппредставительств Польши, наказания виновных и недопущения подобных провокаций в будущем, говорится в информации МИД. Напомним, накануне вечером польской полиции пришлось применять водометы, чтобы прекратить бесчинство националистов и правых радикалов перед зданием российского посольства в Варшаве во время марша, посвященного Дню независимости Польши. Президент Филиппин Глория Ароя объявила в стране состояние национального бедствия и обратилась за помощью к ООН и Международным благотворительным фондам. Из госбюджета на ликвидацию катастрофических последствий череды тайфунов, обрушившихся на восточные и северные районы страны, ее указом выделен 1 миллиард филиппинских песо – 20 миллионов долларов США. Тем временем ООН признал тайфун Хайян самым разрушительным за последние 100 лет. Стихия унесла жизни более 10 тысяч человек, 600 тысяч остались без крова. В целом же пострадавшими считаются 10 миллионов филиппинцев. Сейчас в разрушенных регионах продолжается ликвидация последствий тайфуна. Ряд стран направили филиппинам гуманитарную помощь. Мощный ураган Теодор обрушился на Хорватию. Ветер, скорость которого местами превышала 60 метров в секунду, срывал крыши с домов, валил деревья и рекламные щиты. По предварительной информации, один человек погиб, десятки получили ранения. В основном люди пострадали из-за упавших деревьев. В столице Загребя и других городах Хорватии ощущались перебои с транспортом. Ликвидацией последствий стихийного бедствия занимаются спасательные службы и добровольцы. День окончания Первой мировой войны отмечали страны Европы. 11 ноября 1918 года было подписано Компьенское перемирие между Антандой и Германией. В Бельгии главные мероприятия состоялись в городе Ипре на северо-западе страны. В них принимали участие британский эрцгерцог Филипп и бельгийский принц Лоран. Именно вблизи Ипра в 1915 году впервые в истории применили химическое оружие. Школьники Бельгии наполнили 70 мешков землей из военных захоронений. Их отправят морем в Лондон, где используют для создания мемориального сада памяти. Смотрите каждый час обзор главных мировых новостей в программе «День за 100 секунд» на телеканале «Новая Одесса». Прогноз погоды от страховой компании «Теком». Как сообщают синоптики, в среду 13 ноября в Одессе в течение дня будет пасмурно. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление выше нормы 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%. Температура воздуха ночью 7-9, днем 8-9 градусов со знаком «плюс». Это Сергей Петрович. И он очень любит свой старый автомобиль, который подарил дочери. А это дочь Сергея Петровича Лена. И она хочет научиться водить. Сергей Петрович застраховал свою машину с помощью нового полиса «Мини-каска», потратив при этом всего 900 гривен. Новый полис «Мини-каска» от страховой компании «Теком» для старых автомобилей по цене автогражданки. Страховая компания «Теком». Уверенность в квадрате. 719 05 55.